Я сейчас померила температуру вот таким градусником, 36,7 здесь, а сейчас померяю другим. Это электронный, а у меня еще есть такой ртутный старый градусник. А вот на этом градуснике у меня 36,9. Значит, на этом 36,9, а на электронном у меня показывало 36,7, да? 36,7 показывало. В общем, какой-то из этих градусников врет, но я больше доверяю градуснику, наверное, ртутному. А вы, как думаете, какому градуснику больше надо доверять? Ну, сейчас температуры нет, и это хорошо. Всем доброе утро, я начинаю новый влог. Сейчас на улице еще пока что утро, я только что попила кофе и померила температуру. Ну, я решила держать вас в курсе и самой, чтобы быть в курсе. Температура у меня сейчас нормальная. Ну, у меня два градусника. Один электронный, другой у меня такой, ртутный. А электронный он показывает всегда ниже. Вот я вчера вечером померила температуру, у меня на электронном было 36,8, а на ртутном было 37,1. Вот какому градуснику верить, я не знаю. Но я чувствую, что у меня как бы вот такая вот немножко температура есть, знаете, ощущения такие есть. Голова вчера болела. Вчера я выпила колдрекс, мне стало легче. А до этого, позавчера я выпила цитрамон, тоже стало легче. Ну, вот как-то так. Вот, ну, мне интересно ваше мнение. Что вы думаете на этот счет? Вот какому градуснику бы вы верили? Я все-таки больше склоняюсь к ртутному. Но его так трудно сбивать, очень рука отваливается. Вот пока силы есть, я его сбиваю. А когда вот у меня было такое, что я болела, и у меня не было сил даже его сбивать. Ну, когда температура есть, то она есть. Эта температура, не температура. Просто такие вот ощущения как бы есть. Ну, а боняние, осязание, там все это у меня еще есть. Поэтому, может быть, это не коронавирус, а просто простуда. Я надеюсь, что у меня все нормально. Хотя все надеются. Вот, ну что. Я пока что пью кофе. Пока что я просыпаюсь. Воды горячей так и нету, как и не было. И вот я сейчас хочу, наверное, позвонить еще раз. Вчера я не звонила. Я дала им как бы время, чтобы уже не каждый день звонить. Потому что, как я поняла, что там должен человек приехать, который будет бойлер чистить. Из-за этого у нас нет горячей воды на верхних этажах. А сейчас я попробую позвонить и узнать, что изменилось. Доехал ли этот человек и вообще, когда они планируют это делать. Так, ну что, давайте наберем. Наберем наше желу. Мне, например, уже купаться. Пора уже голову мыть. Я не знаю, греть воду или нет. Жил пять. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я позавчера с вами разговаривала по поводу горячей воды. В доме нету горячей воды у нас. Сейчас, подождите. Специалист по бойлерам должен приехать завтра, и будет горька бойлера у вас. Завтра, да, он еще не приехал? Нет, еще не приехал, он в доме в городе живет. Ага, так завтра он приедет и уже займется сразу этим бойлерам. Естественно, да, мы написали вызов, все, еще на большей неделе. Ага. А у нас холодную будут отключать на это время, когда он будет мыть? Нет, конечно. Почему даже? Будет течь, да, холодная вода? Конечно, должна быть у нас холодная вода. Хорошо. Это холодная вода, он там помоет, почистит, все сделает, и будет, и все нормально. Потерпите, пожалуйста. Очень ждем, очень ждем. Все, хорошо, потерпите, пожалуйста. Хорошо, терпим, спасибо. Пожалуйста, достань. Ну, так вот, вот смотрите, сказали, что завтра он приедет. Не в нашем городе он живет. Вообще странно, что такой специалист по мойке бойлеров где-то живет в другом городе, и в нашем городе как будто бы такого другого нет. Это странно. Ну, что делать? Раз работает у них такой работник, числится у них такой на балансе работник с другого города, значит, будем ждать, будем надеяться. Но ждать я не могу, мне хочется голову помыть, хочется искупаться, поэтому я сегодня буду греть воду и мыть в тазике, как это я и делала вот в прошлый раз, кстати говоря. Может быть, сниму, чтобы вы посмотрели вообще, что это за картина такая получается, когда я мою с тазика голову отдельно, грею тазик, и потом этот тазик на голову весь уходит, потом я еще грею воду, еще один тазик наливаю для того, чтобы помыть все остальное тело. Вот, ну, а что делать? А что делать? Ну, вот так вот приходится. Вот это у меня давление холодной воды, вот такое вот слабое давление. Горячие, опс, горячие нету. Набираем холодную. И будем греть сейчас воду для того, чтобы скупаться. Ну, что, мои хорошие, давайте помоем голову. Вот так вот. Продолжение следует... Ну вот и все, вот так вот я мою голову, когда нет горячей воды, вот таким вот образом. Ну вот, а сейчас я еще раз нагрею воду, еще раз наберу тазик и уже помоем все остальное. Вот так приходится выкручиваться, неудобно, но привычно, честно говоря. Девочки, решила я позавтракать, привела себя в порядок. В общем, мою любимую овсянку молли, я буду есть на завтрак. А еще я хочу выпить витамин С, вот у меня такой витамин С из шипучей таблетки. Но только вот я не знаю, здесь не написано до еды или после еды. Я только знаю, что их с утра пьют, поэтому я решила съесть кашу. И, наверное, и потом я сразу уже залью и выпью вот этот витамин С. А вот вы мне подскажите, напишите в комментариях, вообще, как правильно витамин С до еды пить или после еды. Хотелось бы мне знать ваше мнение. Ну вот, я позавтракала, выпила витамин С. А теперь я хочу заняться уборкой. Блин, я что-то смотрю на вот это все, у меня вещи навалены. Я как приехала от дочки, вот так вот все сложила, у меня не было сил ничего делать. Ни вчера, ни позавчера. А сегодня я смотрю, ну, как бы силы, может быть, чуть-чуть есть. Но желание убраться у меня есть больше. Кстати, девочки, хочу вас спросить. Вот вы, когда, допустим, возмущаетесь по поводу коммунальных услуг, вот что-то у вас отключили в воду там или еще что-то не так. Вот вы ругаетесь, когда звоните, например, в ЖИУ там или что-то. Вот я что хотела сказать. У меня одна моя приятельница, она мне обычно говорит, надо звонить, надо ругаться. И она, правда, когда звонит, она сразу начинает с ругачки, начинает что-то там кричать, возмущаться. И я уже сколько раз говорила, что нужен конструктивный диалог. Если ты хочешь, чтобы тебя услышали, ты должна тоже услышать, да. И нужно сначала начать разговор нормально, спокойным тоном, сказать свои аргументы, услышать аргументы с той стороны, да. И также, когда вы приходите в ЖИУ, например, тоже нужно просто нормально разговаривать. Потому что я заметила, что люди, когда начинают сразу ругаться, ну, в общем, взамен они получают то же самое, а результата ноль. Поэтому, чтобы был какой-то результат, мне кажется, нужно разговаривать спокойно. Напишите мне в комментариях вообще, вот кто как, ругается или не ругается, кричит, не кричит или спокойно разговаривает по поводу коммунальных услуг. Мне очень интересно ваше мнение. Ну, а сейчас я все-таки займусь порядком. У меня сейчас вот просто, вот я смотрю, там пыль, там пыль. И, ну, ковролин, он хоть вроде бы чистый, но так как мне долго не было дома, поэтому везде пыль, и мне кажется, что я когда уберу, мне станет даже легче дышать. Что-то я немножко осипла, да. Горло не болит, а голос пропадает. Нехорошо это, нехорошо прям. Так, ну ладно, что у меня сейчас, я вам покажу, что у меня тут творится. Ну, вот на самом деле страшного ничего, ну, просто вот разбросаны вещи, мне нужно их убрать, прибрать и везде пыль пособирать. Ну, в общем, я сейчас этим и займусь. Вода холодная, ну, наберу в тазик, значит, тепленькую сделаю. Ну, вот, совсем другое дело. Прибрала всё, везде пыль пособирала, постельное бельё поменяла, и сейчас буду стирать. И заодно буду смотреть какой-нибудь сериалчик, посмотрю своих любимых блогеров. Сейчас я включила дальнобойщика Алекса Брежнева. Ну, как вы думаете, куда я вешаю бельё? А у меня верёвки за окном. Я бельё вешаю за окном, очень хорошо, удобно. Зимой, правда, в комнате на ночь вешаю. А на улице тепло, деревья зелёные, а у нас обещают заморозки ночью. Вот это безобразие просто. Очень даже безобразие большое. А сейчас мне позвонили с Фаберлик из доставки и спросили, когда вы придёте, сегодня или в субботу. Ну, конечно, приду сегодня. Я думала, они работают по своему графику, а нет. Сейчас они работают два раза в неделю. Поэтому я сейчас собираюсь и быстренько бегу в Фаберлик за заказиком. Я решила пройтись по переулочку. Вот такой вот силуэтик. Кто-то-то телёпкает. Чтоб идти понад дорогу. Потому что там же всё-таки, наверное, ездят патрули или что там, полиция. Начнут ещё спрашивать, куда иду. Надо будет ещё им объяснять долго, куда иду. А так вот проулочками я и дойду. Идти не так-то далеко. Одну остановку. Вот если остановиться, послушать, как птички поют. Весна, погода. Классно. Небо голубое. Так не хочется, чтобы было похолодание, которое нам пообещали. Но что делать? Хочется уже прям весны тепла. Ну и дома сидеть неохота, честно говоря. Смотрите, как листочки уже распустились на кустиках. Классно. Ой, природа зовёт. А на деревьях, смотрите, уже листики такие выросли. Уже большие. Ой, так классно. Хоть пройтись воздухом подышать. Хорошо, что у меня повод появился выйти из дома. Заодно и мусор вынесла. Ладно, пойдёмте. Проулками, проулками. Вот такими дорогами. Подальше от дороги иду. Надо про маску не забыть. Маску-то я надела, но я её сняла чуть-чуть. Чуть-чуть спустила. Пока рядом людей никого нет. Ну всё, я уже приближаюсь. Осталось только дорогу перейти. Я на месте. Людей мало. Короче, девочки, я прибежала. Я примчалась домой. Быстренько сбегала. Никуда не заходила. Ни в какой магазин. Я так подумала. Думаю, в общем-то, у меня есть что пока покушать. У меня есть пока ещё из чего приготовить. Я, кстати, сегодня что-то закрутилась, замоталась. И ничего не готовила. Поэтому я решила поесть пельмешки. Вот сварила себе пельмени. Вернее, это бульмени. Я покупаю бульмешки эти в пятёрочке. Там свинина с говядиной и бульон внутри. Ну, в общем, вкусная начинка, вкусное тесто. Ничего тут это. Мне нравится. И цена-качество. В общем, недорого стоит. Поэтому я уже беру это не раз. И если кто ещё не пробовал, возьмите, попробуйте. Из недорогих пельменей. Но мне эти больше всего нравятся, которые продаются в пятёрочке. Хотя, может быть, в магните тоже они есть. Но я в магнит очень редко захожу. В общем, девочки, устала. На улице погода обалденная. Я надела куртку, так как я немножко простывшая. Но я в ней, честно говоря, запарилась. Но ветерочек, если подует, он дует холодный. Поэтому тут, знаете, вот надо, я не знаю, прям париться придётся. Если вот не хочешь, чтобы продула. Ну, в общем, поэтому я быстренько-быстренько не стала уже нигде задерживаться. Ничего покупать и быстрее домой. Народу очень мало. На улице людей нет вообще. В общем, зацепила этот свой заказ. Прям пакет притащила. Поставила вот там на пороге. И его, чтобы разбирать, это нужно опять всё перемывать. Что-то дезинфицировать, что-то мыть. В общем, на это у меня сил нет. Я этот пакет буду разбирать завтра уже. А на сегодня я так подумала, что я, наверное, уже всё. Ничего больше делать не буду. Сейчас у меня второй заход постирался. Я повесила, покрывала под одеяльник там за окно. Но что-то уже высохло, сняла. Ой, короче говоря. Сейчас хочу покушать, лечь и всё. И просто смотреть тупо телевизор. Больше сегодня ничего не делать. А, хотя мне нужно смонтировать это видео. Но, может быть, я начну монтировать сегодня. Закончу завтра. А, может быть, завтра я его, в общем-то, с утра и смонтирую на свежие силы. Вот. Ну, а сейчас я хочу на этом видео закончить с вами. Попрощаться. Кому моё видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Пишите комментарии. Я комментарии читаю. Желательно плохого ничего не писать. Потому что сейчас надо нам наоборот настроение друг друга поддерживать. Вот. Ну и кому понравилось видео, ставьте лайк. И до новых встреч, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok